Так, осторожненько, осторожненько, не пишите, все вы получите, все вы получите. Вы можете разбираться, как в столу, подходитесь. Смотрите, к какому столу вам удобнее подходить. А где первый? Будете смотреть. Вот, все. Мама, она не может приедет, а здесь тоже не может приедет. Долгий проезд. Долгий проезд. Долгий проезд. 62. Спасибо, мальчики. Попадем в газетку. С какими чувствами пришли на выбор? Тоже руководили, тему, просто. Спасибо. 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 Скажите, а что для вас значат эти выборы? Балашу. Республику. Новую, молодую. Фотографию не дашь? Не, я спрашиваю, фотографию не дашь? Фотографию не дам, а что для вас значат эти выборы? А? Что для вас значат эти выборы? Я не понял. Фотографию не дам, а что для вас значат эти выборы не дам, а что для вас значат эти выборы не дам. Фотографию не дам, а что для вас значат эти выборы не дам, а что для вас значат эти выборы не дам. А, российская? Да, да. Там уже и там было. Вот и сними, покажи, чтобы видели. Вот двера сюда прокрутите. Ну а как вы считаете, почему так много людей с самого начала? То есть по что людей сподвигло пойти на выборы? Ну, чтобы не пришла сюда эта хонта. Чтобы украинцы... Просто тут все за русский язык. Просто все против Украины. Здесь хотят организовать свою молодую республику ЛНР. То есть в очередной раз вытвердите. Да, это все, ну видите, сколько народу. Никто здесь не гонит под автоматами, как говорят на Украине. Ну что, нету тут ни людей, ни с автоматами, ни всем. В 8 утра только открылся избирательный пункт, тут не пройдешь, чтобы проголосовать. Видите, какая очередь. Ну а раньше так на выборы ходили вообще? Нет. Я даже голосовал в коммунистические времена. Вот первые выборы, которые состоялись, были. И вторые выборы. Я так столько народу еще не видел за свою жизнь, за 50 лет. Я никогда не видел, чтобы так ходили. Это я видел только вот сейчас, вторые выборы. Только видел, ну то референдумы, конечно, а это выборы. Я никогда не видел, чтобы так столько народа приходило голосовать. Как вы видите в будущей республике? Ну как я вижу, как в молодой республике, конечно, будет сейчас тяжело. Потому что она только организовалась, молодая республика. Все сразу нельзя сделать. Потому как 3 месяца разбивали город, бомбили. Я здесь был, я никуда не уезжал. Все инфраструктуры побиты. Ну, люди, команда работают, все делают все. Дострои только оптимистически, да? Конечно, все будет хорошо, все сделают. Ну, возьмите Абхазию. Точно так же. Сейчас процветающая страна, независимая. Пусть она не всеми признана. Ну, можете поехать туда сейчас. Она нас признала, как говорят по телевизору. Красавица республика. Я думаю, что и наша молодая республика станет такой же красивой, независимой ни от кого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.